Сегодня мы начинаем с первого стиха, буквально, шестнадцатая глава. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». «Семь чаш гнева Божия на землю». Еще один момент, который мы с вами в прошлый раз отмечали, последний стих пятнадцатой главы. А помните, что разбиение наглавы — это довольно условное явление. В общем, прямо перед этим стихом говорится о том, что дым храма, небесного храма, конечно же, заполнил, вернее, дым заполнил храм, и никто не мог войти туда. И это указывает на окончание ходатайственного служения Иисуса Христа в небесном святилище. Он завершил свое служение. Это то же самое, что и в книге Даниила, двенадцатая глава, первый стих. «И восстанет в то время Михаил, или встанет, так оно дословно звучит, встанет в то время Михаил, князь великий, стоящих за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Очевидно, имеется в виду книга жизни. Итак, семь язв — это вот это бедственное время. Бедственное время. Ну, какое же значение этих язв? Давайте мы тезисно отметим. Во-первых, время, когда они будут изливаться. Язва или наказание. Язва, кстати, еще означает наказание, просто-напросто. Изливаются на имеющих начертания зверя. Во втором стихе буквально этой главы мы это увидим. Только на тех, кто имеет начертание зверя. А это значит, что начертание зверя будет... Помните, когда мы тринадцатую главу исследовали? Мы выяснили, что начертание зверя будет... Не сейчас это... Так оно появляется на людях. Но это будет тогда, когда весть трех ангелов будет проповедана. Когда людям станет понятно, кто есть кто. Когда люди будут понимать значение Божьего закона и субботы в нем. Но они будут упорствовать и не принимать. И в конце концов еще и будет издан декрет о воскресном дне. Это уже будет такое прямое противление Богу, осознанное. Вот с того момента тот, кто будет принимать на себя воскресенье, это будет знамение, и будет упорствовать против Бога, они будут получать начертание зверя. То есть, опять же, это не будет так, что ни с того, ни с сего на людей начинает изливаться семь последних язв. Только на тех, кто имеет начертание зверя. Язвы следуют одна за другой. Они не одновременно появляются. Но от того, как они изливаются, мы отметим, что они будут очень быстро одна за другой следовать. Буквально, когда уже будет пятая язва, по-моему, мы сейчас точнее увидим, то еще люди будут мучиться от первой. То есть, они довольно быстро будут изливаться. Значение их. Язвы по большей части буквальные события будут. Хотя, когда мы рассматриваем пророчество о будущем, то здесь не нужно нам как-то догматично говорить, что это будет так или иначе. Потому что, когда это произойдет, тогда мы будем знать больше, как оно будет. Но по большей части это буквальные пророчества. Место. Насколько они будут как-то по всей земле или не по всей земле изливаться. Не повсеместно. Есть такие указания в духе пророчества, что не повсеместно, иначе бы люди были истреблены с земли. Народ Божий в это время не будет избавлен от переживаний. Хотя время благодатное закончится, Христос завершит свое служение, кто утвердился в верности Богу, к тому времени уже утвердятся, кто утвердился в противлении, тоже утвердятся. И уже не будет каких-то переходов с одной стороны на другую. Но нам это открыто не будет еще. И народ Божий в это время будет переживать так называемую символическую ночь борьбы Иакова. Ночь борьбы Иакова. То есть, вы помните, что борьба заключалась в том, что шел Исаав, чтобы убить Иакова. Точно так же и в последнее время против народа Божьего будут покушения. В конце концов, издан будет указ о истреблении народа Божьего. И никто не сможет защитить, казалось бы, по-человечески, одно упование на Бога. И в этом будет ночь борьбы. Народ Божий не будет в это время грешить или находить какие-то то, в чем нужно исповедоваться, оставлять. Но вопрос, прощены ли мои грехи. Потому что Иаков понимал, когда Исаав шел на него с четырьмя стами воинов, он понимал, что ничто его не защитит. По-человечески он вроде бы и подарки послал, но это бы абсолютно не трогнуло сердце брата его. Он понимал, что если Бог не защитит, ему конец. Но Бог в каком случае не мог бы защитить? Если бы какой-то был у него взлелеенный грех, взлелеенный грех, который он не желал оставить. И поэтому он исследовал свое сердце. Это также опыт этой ночи борьбы. Давайте, прежде чем мы дальше будем читать еще 16 главу, посмотрим, что Дух Пророчества говорит. Из книги «Великая борьба», 614 страница. «Когда Христос оставит святилище, земля погрузится во тьму. В то ужасное время праведники должны будут жить перед лицом Святого Господа бесходатая. Ничто не будет сдерживать нечестивых, и сатана получит неограниченную власть над нераскаившимися. Долготерпению Божьему пришел конец. Мир отверг его благодать, изрел его любовь и попрал его закон. Время благодати для нечестивых закончилось. Дух Божий, которому они упорно противились, наконец взят от земли». С Божьим народом Дух Святой всегда будет оставаться. Потому что он обитать в них будет. Но тех, кто противились, он их оставил. И люди, может быть, удивляются, кажется, что в такой вот век просвещения как можно как-то угнетать других или применять какую-то грубую силу, убивать, преследовать. Но мы видим, что это все присуще человечеству. То ли еще будет, когда Дух Святой совсем оставит людей. Все проявится, все самое низкое, самое подлое проявится в человеке. «Когда Христос окончит свое посредническое служение в небесном святилище, тогда беспощадный гнев Божий будет излить на тех, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания. Суды, которые постигнут мир перед окончательным освобождением народа Божьего, будут еще более ужасны, чем язвы, посланные на Египет перед освобождением Израиля». Нам ни в коем случае не нужно бояться этих язв, потому что это справедливое воздаяние людям, которые не просто как-то оплошность совершили, не просто как-то непреднамеренно согрешили. Нет, мы не говорим теперь уже на этом этапе земной истории о таких людях. Это люди, которые укоренились в преступлениях, в убийствах, в кражах и так далее. Они абсолютно не хотят покоряться голосу Божьему. Они дышат просто местью и хотят уничтожить Божий народ. И поэтому эти язвы послужат и определенным избавлением для народа Божьего. Здесь сравнивается с египетскими язвами. Действительно, когда мы будем читать их, мы заметим, что они очень похожи. Ну, не все, но, по крайней мере, некоторые очень похожи по содержанию своему. Вода в кровь превращается, зной сжет людей, раны на них появляются. Это то, что было в Египте когда-то, когда Господь освобождал свой народ оттуда. Видите, в истории все повторяется. Место. Я уже отмечал то, что не будет повсеместно, и вот здесь в книге «Великая борьба» Эллен Уайт это отмечает. «Однако эти язвы поразят не всех, иначе жители земли были бы полностью истреблены. Это будет самым ужасным наказанием, когда-либо ожидавшим смертных. Все суды, постигавшие людей до окончания времени испытания были соединены с милостью. Кровь Христа, взывая к Богу, щадила грешника от полной меры возмездия за его грехи. Но при окончательном суде будет излит гнев Божий, несмешанный с милостью». Народ Божий будет испытан. Это будет определенное испытание. Когда-то Иов проходил испытание страданиями, так и народ Божий в последнее время. Поскольку сатана обвиняет народ Божий в грехах, Бог позволяет ему подвергнуть людей с самым суровым испытанием. Принцип явно из книги Иова. «Их доверие Богу, их вера и твердость будут испытаны». Зачем их испытывать? Неужели Бог не знает? Неужели Бог не знал Иова? Ведь Бог сам говорил сатане, что Иов праведный, что он непорочный, что нет другого такого человека на земле. Бог доверял Иову, сатана же ставил под сомнение. Бог позволил проверить его. Так и народ Божий, подобно Иову, в последнее время будет проверен. «Оглядываясь на прошлое, они теряют надежду, ибо во всей своей жизни они найдут мало хорошего. Они вполне сознают свою слабость и свое недостоинство. Сатана старается запугать их мыслью о безнадежности их положения, о невозможности избавиться от скверных грехов, пороков. Он надеется уничтожить их веру, чтобы они поддались искушениям и изменили Богу». Видите, сатана не может заставить людей согрешить, но он испытывает их веру или доверие Богу. Если они не будут доверять Богу, если они только поверят внушением сатаны, то они погибнут. Но необходимо твердое доверие Богу. Вот почему Господь сдерживает ветры человеческих страстей и сатанинских страстей. Вот почему Он дает благодатное время сегодня, чтобы мы могли подготовиться. потому что нас ожидает какое-то безмятежное время впереди. Мы только вот вроде бы ожидаем, что нас на небо возьмут. Тяжелое время будет, и к нему нужно готовиться. Важно подготавливаться. Скоро настанет время скорби, какого еще не бывало. Тогда нам понадобится опыт, которого мы теперь еще не имеем, и для приобретения которого многие слишком ленивы. Это Эллен Уайт говорила о своем временном. Мы можем судить, относятся к нам или нет. Часто ожидание бывает страшнее действительности. Вот так часто в жизни бывает. Мы надеемся на худшее, оно выходит лучше. Но, она говорит, но это не относится к предстоящему кризису. Здесь наоборот будет. Даже самое живое воображение не может нарисовать картину этих тяжких переживаний, которые выпадут на долю кого? Тех, кто начертание зверя получил. Нет, сказано, народа Божьего. В это время испытания каждая душа должна будет самостоятельно стоять перед Богом. Акцент здесь на этом слове, самостоятельно. В то время уже вероятнее всего не будет возможности собираться, богослужения проводить, поддерживать друг друга самостоятельно. Вот поэтому Господь так желает, чтобы мы приготовились. Ну и еще одна цитата. «Чаши Божьего гнева не изольются, чтобы уничтожить нечестивых и их дела до тех пор, пока не окончится суд над всем народом Божьим, и дело живых и мертвых не будет окончательно решено». То есть, Господь ждет вот этого момента. «И даже после того, как святых взвесят на весах живого Бога, его избранные будут подвергнуты личным испытаниям. Скорби посетят каждого, но за плавильной печью внимательно наблюдают око того, кто не допустит, чтобы настоящее золото погибло. А не отмечены неизгладимой печатью Божьей, Бог может сказать, чтобы там было написано Его имя». То есть, все, что Дух пророчеств говорит по этому времени, для народа Божьего это очень серьезно. Это очень серьезное еще переживание. Итак, сами язвы. Откровение 16, 2. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Тут мало, что можно добавить. Это, скорее всего, будет буквально, как было в Египте в свое время. Вторая язва. «Второй ангел вылил чашу свою на море и сделалась кровь как бы мертвеца и все одушевленное умерло в море». То же самое похоже было в Египте. Третья язва. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того». Интересный момент здесь открывается. Так как эти язвы изливаются на людей, не тех, которые жили во времена средневековья, а изливаются на тех людей, которые будут жить в то время. Сказано, что эти люди пролили кровь святых и пророков. То есть это о чем нам говорит? Что еще будет пролитие крови святых и пророков между нашим временем и временем излития этих язв? То есть нас ожидает какие-то огромные потрясения, которые произойдут в нашем мире. То есть еще будет проливаться кровь святых и пророков, потому что эта язва, она дает возмездие тем, кто это делал. «И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи, Божий Вседержитель, истины и праведны суды Твои». Хотя ужасные язвы изливаются, но на небесах возгласы одобрения. Вы помните, что великая борьба началась на небесах. И самый главный вопрос, ради которого началась или из-за которого началась великая борьба, можно ли Богу доверять? Праведно ли его правление? Праведны ли его суды? Другими словами, так? Можно ли ему доверять? И теперь вся вселенная, глядя на эти суды, Иоанн слышит голос, «Господи, истины и праведны суды Твои». Истины и праведны, никто не сомневается. Если бы Бог вначале еще уничтожил сатану, то его действие было бы непонятно. Истины или праведны эти суды, это был бы большой вопрос в умах ангелов и жителей других миров. Но теперь спустя шесть тысяч лет борьбы на нашей земле, на небесах нет сомнений. В конце возгласы истины и праведны суды Твои. Никто не боится Бога. Я имею ввиду из-за того, что он посылает эти язвы. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце и дано было ему жечь людей огнем и жег людей сильный зной и они хулили имя Бога имеющего власть над всеми язвами и не вразумились чтобы воздать ему славу». Тут сразу же наверное приходит на ум первая ангельская весть Откровение 14 глава. «Убойтесь Бога и воздайте ему славу». Долгое время звучит эта весть и еще будет звучать какое-то время. Но эти люди сказано не вразумились чтобы воздать ему славу. Они не покорились этому. Они продолжали упорствовать. Здесь открывается нам очень важный момент еще один. Зачем изливаются эти язвы? Обычно вот такие проявления наказания в Библии служили тому, чтобы дисциплинировать народы. Или Божий народ. Мы можем вспомнить послание к евреям 12 глава. «Бьет же всякого сына» и так далее и тому подобное. Или Откровение 3 глава. «Кого люблю тех обличаю и наказываю». Ну и если есть наказание, то есть надежда, что исправится. Но здесь уже ясно, что никто не собирает исправляться. Зачем же тогда Господь это делает? Вот здесь в этих стихах открывается одна из важных причин. Дело в том, что конфликт последнего времени это религиозный конфликт. И для человека не мыслящего глубоко и не понимающего вот эти истины этот конфликт может показаться таким поверхностным. Ну одни воскресенье соблюдают, другие субботу, какая разница? Одни так поклоняются Богу, другие так поклоняются Богу. Все равно все поклоняются Богу. Все равно все в церковь ходят Богу молиться. Но смотрите, это теперь вот эти люди, которые приняли на себя начертание зверя. У них же и церковь будет, у них и организация, они вроде бы Богу будут поклоняться. Но что такое поклоняться Богу на земле? Это как увидеть, что ты поклоняешься Богу? Ведь здесь же верой так мы это делаем. Как понять, кто правильно это делает, как понять, кто неправильно? сатане удастся на свою сторону очень много людей переманить. И будет очень большая форма религиозности, вид благочестия, но силы его не будет. Но это очень тяжело доказать. Очень тяжело доказать. Практически убедить человека, что он неправильно что-то делает, очень тяжело бывает. Особенно, когда он впадает в это состояние отрицания своей вины и того, что он что-то не так делает. И теперь, когда начинаются эти язвы, эти люди начинают говорить то, что у них на сердце. До этого момента им довольно успешно удавалось маскироваться под поклонников Бога. Но теперь, когда они испытывают на себе эти язвы, они начали хулить имя Бога. Вскрывается их нутро. Кто они на самом деле? Маска сорвана, можно так сказать, с них. Вся вселенная опять же видит, что вот что скрывалось под этими религиозными словами и этими формами богослужений. На самом деле, это противление Богу. Пятая язва. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. И сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Здесь зверь представляет собой папство в его возрожденном виде уже, когда смертельная рана исцелела. Вот тот духовный мрак, помните, мрачное средневековье было. По сути, это в последнее время возродится мрачное средневековье. Духовный мрак, он теперь будет сопровождаться буквальным мраком, буквальной тьмой. И так как в таком мраке буквальном обычно еще и холодно бывает, то эти люди кусали языки свои, сказано, от страдания. И опять же, что делали? Хулили Бога Небесного. Опять же, открывается то, что у них на самом деле в сердце. И они не раскаялись в делах своих. Не раскаялись все равно. Опять же, откуда этот язык? Вспомните фараона. одна за другой изливается язвой в Египте, а он не раскаивается. Это говорит о ожесточенности сердца. Шестая язва очень интересная. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Ну, опять же, это откуда такой язык. Вы помните, что когда-то раньше Ефрат высыхал и от восхода солнечно, то есть с востока, так, солнце на востоке, пришли цари. Вавилон так был взят. Ефрат протекал через Вавилон, Кир отвел русло реки в другую сторону, и с восхода, то есть с востока пришли персы и завоевали Вавилон. И здесь что-то похожее. Высохла вода в реке, та же река. И видел я исходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка. Эти личности нам уже известны раньше. Дракон, помните, еще с 12 главы идет у нас. Он символизирует дьявола и сатану, а также языческий рим. Язычество он еще символизирует. Затем зверь имеется в виду из 13 главы, тот, которого смертельная рана исцелела. И лжепророк это тот второй зверь. Помните? Второй зверь, который символизирует Соединенные Штаты, но не просто Соединенные Штаты, и религию Соединенных Штатов. Это протестантизм. Лжепророк. Лжепророк. Протестантизм отступивший. Итак, из этих трех личностей три духа нечистых, подобных жабам. Жабам это такое мерзкое, наверное, существо. То есть, что-то вот такое противное символизирует. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. Что такое онный великий день Бога Вседержителя? В Библии что это значит? Великий день. Это пришествие, так, в день пришествия. «Се иду как тать» или как вор, то есть неожиданно, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Одежда это праведность, помните? Хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Армагеддон. По-еврейски. Помните, он по-гречески писал все. Ну, что же это может значить? Давайте мы поразмышляем. Итак, река Ефрат текла в Вавилоне. Но в Новом Завете Вавилон уже никакой роли не играет, он уже давно пал. Но встречается новый Вавилон. Рим, кстати говоря, Рим в Новом Завете назван Вавилоном. Даже новозаветные авторы упоминают. Вавилон в Новом Завете представляет собой отступившую религиозную систему. Отступившую религиозную систему. Вода, помните, Ефрат высох. Вода символизирует людей, народы. Таким образом, высыхание воды символизирует то, что люди массово покинут эту религиозную систему. Массово покинут эту религиозную систему. Но это не будет уже на этом этапе, это уже не будет переход в Божью Церковь. Нет. Это будет в отчаянии просто. В отчаянии того, что эта система не гарантировала им спасение. Вот этот момент будет описан детальнее в 17 главе и потом еще в 18 главе Откровения. И мы будем отмечать его, пока что отметьте себе. Цари от восхода солнечного, здесь имеется ввиду пришествие Христа, когда-то с востока от восхода солнечного пришел предназначенный Богом царь Кир. Он принес Божье возмездие и наказание Вавилону. Теперь же в это последнее время мы не ожидаем другого царя с восхода кроме Иисуса Христа. Дракон, зверь и лжепророк это спиритизм, а язычество всегда связано было со спиритизмом, папство и отступивший протестантизм, духи исходящие из уст, те же самые, те же духи. Обратите внимание, что при шестой трубе идет только подготовка к битве. Сама битва будет при седьмой трубе. Пока что эти духи нечистые выходят к царям, чтобы собрать их, то есть настроить их против Божьего народа. Цари это президенты сегодня, то есть вот это трио язычества или спиритизм, папство и отступивший протестантизм, они объединятся для того, чтобы обольщать народы все и президентов, чтобы настроить против Божьего народа. Потому что Армагеддон, это последняя битва будет против Божьего народа. Это битва между сатаной и Богом, но она, как всегда, будет выливаться в битву на земле здесь, среди людей. Армагеддон, это последняя битва между Богом и сатаной на земле. Будет онный великий день Бога, то есть при втором пришествии Христа. Возвращаясь к тому символу высыхания Ефрата или уходу людей от той ложной церкви, Эллен Вайт в книге «Великая борьба» описывает это так. Люди понимают, что их обманули. Они видят, что язвы на них падают. И те служители, которым они верили, не в силах защитить их. Церковь, в которой они так ходили и поклонялись, не в силах их защитить. Люди понимают, что их обманули. Они обвиняют друг друга в своей гибели. Но самые горькие обвинения выпадают на долю духовных пастырей. Эти неверные пастыри предрекали лишь приятное, уча своих слушателей считать закон Божий недействительным и притеснять тех, кто свято чтил его. Теперь в отчаянии эти учители сознаются пред всеми, что обманывали людей. Ярость охватывает толпы людей. Мы погибли, кричат они, погибли из-за вас. И они набрасываются на лжепастырей. Но нельзя сказать, что эти люди просто невинные жертвы чего-то обмана. Потому что Дух Святой в их сердце стучался. Они так же отвергли его, как отвергли лжепастыри. Это просто желание как-то выразить свое негодование, неудовлетворение, гнев свой выразить. Хотя люди, по сути, сами виноваты также. Ну и седьмая язва. «Седьмой ангел вылил часу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». Эти слова были сказаны Иисусом на Христе в свое время. Теперь они еще раз повторяются. То есть важный какой-то этап в плане спасения завершается. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант упал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Сильнейший град, талант, по-разному оценивают библейские исследователи, но, по крайней мере, самое меньшее, что я находил, это 24 килограмма. Вообще, чаще говоря, 36 килограмм. Можете себе представить этот град. Я, готовясь к этой проповеди, исследовал все, что Дух Пророчества говорит об этом, и Эллен Уайт описывает, как они однажды попали под град в Австралии, завершили собрание, и надвигалась большая туча, и они по какой-то причине решили быстро ехать домой. и они уже почти доехали, когда начался град, и Эллен Уайт говорит, что он был где-то как куриное яйцо. Сильнейший град, сильнейший ветер, он начал бить их лошадь, она испугалась, и они повыскакивали из тех повозок, и повозки там сразу же все посметало, подушки, говорит, все поулетало в поле. И она говорит, я тогда поняла хотя бы чуть-чуть, что означает этот град в последнее время. Говорит, самый страшный град, который я видела. Но этот будет еще страшнее, это не куриное яйцо, 36 килограмм, это огромные градины, и к этому времени, к седьмой язве, на земле уже будет столько пролито крови, столько мертвых людей лежать, хотя это еще не само второе пришествие. Это вот-вот уже на грани, но это будет огромнейшее поражение. Мы читаем такие описания. Мое внимание было снова обращено на нашу планету. Нечестивые были истреблены, и вся земля была усеяна их мертвыми телами. Гнев Божий в виде последних семи язв посетил жителей земли, отчего они кусали языки свои от страдания и хулили Бога. Прежде всего гнев Иеговы обрушился на лжепастырей. Глаза их истаяли в яминах своих, и языки их иссохли во рту у них, когда они еще стояли на своих ногах. После того, как святые были избавлены глазом Божьим, толпы нечестивых обратили свою ярость друг на друга. Вот этот как раз момент седьмая язва это когда нечестивые готовы будут погубить народ Божий и Господь вмешается. До того вмешается, что даже будет слышен его буквальный голос здесь на земле. Хотя не все его поймут сказано, но многие поймут. В этот момент воскреснут некоторые из людей, которые раньше жили. Те, которые участвовали в суде над Христом и в распятии его, они в этот момент воскреснут также. Помните, сказано, что узрят того, которого пронзили. И воскреснут также те, кто начали проповедовать трехангельскую весть, но к этому времени умерли. Вот эти две категории людей воскреснут, чтобы теперь, вот после седьмой язвы, буквально короткое время, узрить второе пришествие Христа. Казалось, земля потонула в крови, и мертвые тела лежали от одного ее конца до другого. Это еще до второго пришествия, когда будут истреблены люди. То есть это будет огромнейшее поражение жертв, будет масса просто. Это раннее произведение 289 страница. В полночь Бог явит свою силу для освобождения своего народа. Засияет солнце ослепительным блеском. Чудеса и знамения быстро следуют одно за другим. Безбожники с ужасом и изумлением смотрят на все это, между тем, как праведники следят за признаками своего избавления с торжествующей радостью. Так к этому времени они уже почти потеряли надежду на спасение. Кажется, что их вот-вот истребят, сотрут с лица земли. Но теперь вдруг Бог вмешивается. Кажется, что все в природе изменило свое обычное течение. Реки остановились. Темные, тяжелые тучи надвигаясь сталкиваются между собой. Посредине разгневанного неба виднеется полоса неописуемой славы. Оттуда слышится голос Божий, подобный голосу множества вод, говорящий «совершилось». От этого голоса содрогается небо и земля. Происходит великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Небо, кажется, открывается и закрывается. Такое впечатление, что атмосфера исчезает. От престола Божьего видны проблески славы Божьей. Горы качаются, как тростник, колеблемый ветром, и обломки скал разлетаются во все стороны. Слышен, как бы рев приближающейся бури. Разъяренное море волнуется. Нарастает гул страшного урагана, напоминающий голос демонов, совершающих свою губительную работу. Вся земля вздымается и опускается, как волны морские. Ее поверхность трескается, обнажая саму преисподнюю. Горные цепи оседают, обитаемые острова исчезают, разъяренные волны поглощают прибрежные города, ставшие рассадниками нечестия, подобно Содому. И Вавилон Великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Огромные каменные градины, каждая величиною в талант совершает свое дело истребление. Самые высокомерные города земли уничтожены, великолепные дворцы, на сооружение которых великие мира сего отдали немалое богатство, чтобы прославить свое имя, теперь на их же глазах превращаются в руины. тюремные стены рушатся и народ Божий, заключенный в темнице за веру, выходит на свободу. Еще один важный момент, вы видите, народ Божий до этого момента будет в темницах. Ну, не все, но будет народ Божий, который до седьмой язвы будет в темницах. То есть здесь пророчество открывает нам, что действительно очень тяжелый будет в последнее время. И убиваем будет народ Божий. И в темницах будет преследуем. То есть это то, что реально ожидает нас. Итак, это семь последних язв. Далее семнадцатая глава будет открывать нам суд над Вавилоном, блудницей, ложной церковью. Восемнадцатая глава тоже детально будет описывать суд над блудницей. Но по сути семнадцатая и восемнадцатая глава это расширение шестнадцатой. Более детальное пояснение от того, что Ефрат, его воды иссыхают и суда над престолом зверя. То есть все это дальше будет более детальное объяснение шестнадцатой главы. Давайте сделаем заключение теперь. Итак, семь язв изливается после завершения времени благодати Божьей на тех, кто отверг ее и принял начертание зверя. Это люди, которые осознанно поступают. Это не случайно. Время излития язв будет кратким и они не будут одинаковыми повсеместно. Язвы служат тому, чтобы раскрыть истинное лицо ложных поклонников Бога для всей вселенной. И на земле также это будет видно. Во время излития язв Божий народ будет проходить большое испытание веры. Именно поэтому запечатление должно произойти до того времени. Запечатление опять же это не то, что Господь как-то по своему произволу сделает. Мы уже отмечали запечатление это укоренение в истине. Вот почему Господь сегодня призывает нас к возрождению реформы. Не просто ради возрождения реформы. Он понимает какое время нас ожидает и он понимает что мы не переживем его если мы легкомысленно будем к этому относиться. Ну и опять же нет нужды никому испытывать на себе Божий гнев. Бог не злой. Вся вселенная одобрительно отзывается о его судах. Истинные и праведные суды Твои Божьи. Все абсолютно ясно. Господь призывает нас сегодня готовиться к этим временам. Мы может быть не понимаем всех деталей и как и какая там будет кровь или действительно это будет кровь или это похоже на кровь но это не имеет такого важного значения. Здесь важен не химический состав и не то какие это раны но то что это будет и этого не избежать тем кто противится Богу. Поэтому давайте же сегодня будем прилипляться к Богу. Давайте будем стремиться к совершенству к совершенному доверию Ему которое приведет к совершенному послушанию Ему чтобы мы могли пережить это время так же если Господь даст это в нашем поколении. давайте будем молиться. т Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok